Чувство несправедливости ставит тебя в позицию жертвы, вынуждает тебя морочить себе голову и приводит к бесполезной растрате сил. Кроме того, чувство несправедливости лежит в основе обиды и озлобленности на мир. Так что если ты хочешь освободиться от обиды и обрести эмоциональный баланс, то от чувства несправедливости надо избавиться. В этом видео я расскажу, как проработать чувство несправедливости и освободиться от него. Начнем с главного инсайта, к которому ты можешь прийти. Несправедливость – это всего лишь концепция. В реальности нет никакой несправедливости. Она существует лишь в твоем уме, выступая в качестве фильтра восприятия. То же самое касается и справедливости. Справедливость – это тоже концепция в твоем уме. Соответственно, когда я говорю, что несправедливости не существует, я не подразумеваю, что все справедливо. В реальности нет абсолютно никакого разделения, что бы то ни было, на справедливое и несправедливое. Эти понятия – всего лишь элемент твоего психологического программирования, которое, в свою очередь, определяет то, как ты мыслишь, воспринимаешь и реагируешь. Проработай неисправедливость, и справедливость тоже. Выкинь эти концепции из своего ума, и твое восприятие полностью изменится. Ты чуть ли не окажешься в другом мире. Разумеется, недостаточно просто так услышать этот инсайт и сказать «Ааа, ну понятно». Его не получится притянуть за уши, не получится внушить себе или попытаться эмулировать своим поведением. Нужно, чтобы этот инсайт не был услышан в YouTube-ролике или где-то еще, а был пережит на уровне всего твоего существа. И чтобы это произошло, нужно заняться проработками. Проработав чувство несправедливости, ты начнешь воспринимать реальность как есть, а не через призму своих фильтров. Досмотри это видео до конца, и ты узнаешь, как проработать чувство несправедливости. А пока поговорим о четырех вещах, которые тебе нужно проработать. Первое, что тебе нужно проработать, это накопившийся эмоциональный заряд всех эпизодов из твоего прошлого, когда ты переживал чувство несправедливости. Неважно, помнишь ты эти эпизоды или нет. Эмоциональный заряд этих эпизодов до сих пор хранится в твоем подсознании, вынуждая тебя в силу привычки воспринимать что-то как несправедливое сейчас. Таких эпизодов у среднего человека сотни. Вот тебе неполный список популярных тем, вокруг которых эти эпизоды вращаются. Любимчики учителей. Если в школе ты не был в любимчиках у своего учителя, ты видел, как он завышает другим оценки, а тебя, возможно, занижает. Любимчики у родителей. Если у тебя есть брат или сестра, то ты практически наверняка столкнулся с предвзятостью у родителей. Они любили кого-то из вас больше, а кого-то меньше. Это прочно привило тебе к чувству несправедливости. Ты родился в бедном регионе своей страны. Например, столица – это богатый город, куда поступают налоговые сборы со всей страны. И люди в этом городе живут припевающе, с хорошей работой и стаканчиком флет-вайта в руке. А в какой-нибудь глубинке при этом ад, запустение, разруха и никаких перспектив. В школе тебя притесняли или на тобой издевались из-за твоей внешности или слабости, какой-то чертой характер или, может быть, увлечения. Ты отличался от остальных в чем-то и получал за это совершенно незаслуженно. А вот у их одноклассников, которые ничем особо не выделялись, вроде бы все было в порядке. Тебе не повезло с родителями. Некоторые родились в семье из любящих родителей, но не ты. Тебя абьюзили физически или эмоционально. Пренебрегали твоими потребностями, обзывали тебя. Хотя у других людей все было нормально, казалось бы. Ты родился в бедной семье. Соответственно, у тебя не было тех благ, которые были у других детей. Ты не заслужил такой жизни, как и они не заслужили своей. У тебя не было таланта к чему-то. Из-за этого, сколько бы ты ни старался, ты не мог соперничать с теми, кто старался столько же или даже меньше. У них был талант. У них была естественная предрасположенность к чему-то. И поэтому у них все получалось быстрее и лучше. Что это, если не несправедливость для тебя? Переместимся в офис. Тебе не дали бонус по работе, хотя ты бы отращил как лошадь весь год. А к какому-то любимчику, начальнице или, может быть, тому, кто по блату устроился, эти бонусы достались. Хотя он, в сравнении с тобой, вообще ничего не делал. Тебя не хвалят, когда ты с кожей вон лезешь. А другому достаются все лавры. Иногда человеку достаточно просто, чтобы другие признали его усилия. Но ты не получаешь даже этого. На тебя сваливают всю критику. Ты козел отпущения. Твою машину эвакуировали, хотя ты правильно запарковался. Тебя не взяли на работу, узнав, что ты гей. Вообще, можно упомянуть любую дискриминацию по признакам, которые ты не выбирал. Тебя проверяют в метро на документы, только потому, что у тебя восточная внешность. Хотя по паспорту ты точно такой же гражданин своей страны, как и представитель титульной нации. Наконец, вообще любого рода привилегированное положение других. Когда другим что-то можно, а тебе нельзя. Или когда у других есть какие-то возможности по определению, а у тебя таких возможностей быть не может. Этот список всего лишь вершина айсберга. Скорее всего, ты можешь пополнить его своим собственным списком тех тем, вокруг которых вращаются эпизоды о несправедливости. Ты можешь вспомнить какие-то из этих эпизодов? Пиши в комментариях. Это поможет другим вспомнить свои. Сюда следует также добавить все эпизоды, когда ты воспринимал несправедливость в жизни других. И речь не только о людях, которых ты знаешь лично, или даже тех, о которых ты, может быть, слышал. Сюда относятся все истории, фильмы, книги, стихи, музыка и любые прочие источники информации, из которых ты потреблял информацию о несправедливости. Все это тоже нужно прорабатывать. Тебе может казаться сейчас, что это невозможно. Действительно, как ты собираешься вспоминать, например, все сцены из фильмов, которые ты когда-либо видел, в которых ты встречал любого рода столкновения с несправедливостью? Но способ есть. И я расскажу о нем чуть позже. Тебе не нужно копаться в воспоминаниях, чтобы отлавливать каждую сцену. Можно просто вооружиться специальным алгоритмом подсознательного процессинга и увести всю работу на подсознательный уровень. А сейчас пару слов о следующем пласте ментального материала, который тебе нужно проработать, если ты хочешь избавиться от чувства несправедливости. Помимо эпизодов из прошлого, когда ты испытывал несправедливость, тебе нужно проработать все представления о ней самой. Сюда относятся все твои постулаты о несправедливости, все убеждения, обстановки и догмы, выводы, причины и следствия, обоснования, доказательства, свидетельства, подтверждения и опровержения. Все психологическое программирование на тему справедливости и несправедливости. Рассмотрим, для примера, постулаты о несправедливости. Вот, опять же, небольшой список из всего-то там 14 пунктов, просто для иллюстрации. Первое. Жизнь несправедлива. Такое утверждение – это не факт. Факт – то, что ты сейчас смотришь это видео, слышишь мой голос. А высказывания такого рода – это всего лишь отображение твоей картины мира, а не самого этого мира. Проще говоря, это не реальность, а твои убеждения о ней. И, кстати, то же самое, казалось бы, высказывание «жизнь справедлива» – это тоже всего лишь убеждение. Второе. Со мной так нельзя. Под это можно подвести все твои представления и убеждения о том, как с тобой можно обращаться, а как нельзя. И кому какое поведение с тобой позволительно. В реальности нет никаких прописных истин о том, как с тобой или с кем-то другим можно обращаться, а как нет. Все эти представления существуют лишь в твоем уме. Сами по себе они безвредны и даже иногда полезны. Но помноженные на твое раздутое чувство собственной важности и на твой эмоциональный багаж прошлых эмоциональных травм, они только подогревают твое оценочное восприятие и вынуждают тебя интерпретировать что-то как несправедливое по отношению к тебе. Третье. Все представления о том, почему что-то там несправедливо. Возьми все инциденты из своего прошлого, когда ты ощущал, что с тобой вели себя несправедливо. Для каждого такого инцидента ты можешь подобрать набор обоснований, почему это поведение нужно воспринимать как несправедливое. И для каждого будущего инцидента, если ты подсознательно находишь в нем те же самые критерии, то в тебе на автомате включается чувство несправедливости. Четвертое. Как должно все выглядеть, чтобы оно было справедливым? Это очень важный подсознательный корень несправедливости. У тебя есть огромный набор представлений о том, как должна выглядеть реальность, чтобы все в ней было справедливо. Разумеется, ты при этом никогда не обдумывал сколь-либо последовательно, как такой мир должен выглядеть. У тебя нет цельной картины такого мира. Твои заявления о справедливом или несправедливом мире возникают лишь тогда, когда это касается тебя лично, с твоей ограниченной перспективой. Они никогда не выходят за рамки твоей личной истории о том, как с тобой поступили. Соответственно, твои представления гарантированно конфликтуют друг с другом. Ведь у них нет никакой последовательности. У них нет совершенно никакой объективности. И решение здесь заключается не в том, чтобы сесть и, уперев пальц в лоб, начать думать, «Ммм, так как же должен выглядеть справедливый мир?» А в том, чтобы прорабатывать все свои представления о несправедливом мире. Пятое. Что нужно делать, чтобы все было справедливо? Не продумав, как должен выглядеть справедливый мир, ты, тем не менее, подсознательно формируешь целый список убеждений о том, как надо себя вести или как другие должны себя вести. А дальше ты бессознательно идешь на поводу у этих убеждений, чтобы какая-то эфемерная и недоделанная справедливость в отдельно взятой ситуации, да еще и существующая ли в твоем уме восторжествовала. Шестое. Как предотвратить несправедливость? Что нужно делать сейчас, чтобы обезопаситься от будущей несправедливости? Тут, кстати, заряд прошлых эмоциональных травм тебе очень помогает, толкая тебя на бессознательные действия. Седьмое. Наплевательское отношение к несправедливости пока на тебя не коснется. Ты, может быть, подумал, что я выступаю за то, чтобы махнуть вот так рукой и сказать, ну нахрен, меня это все не касается. Какое мне дело, что у кого-то там несправедливость? Но нет, ситуация намного более тонкая. Вот твоя позиция, моя хата с краю, ничего не знаю, это тоже позиция. Это тоже набор постулатов и убеждений о несправедливости, подогреваемый эмоциональным багажом из прошлого. И это тоже надо прорабатывать. Прорабатывать надо все, любую позицию насчет несправедливости. Восьмое. С несправедливостью нужно бороться. К то же относится убеждение типа «в мире не должно быть несправедливости». Типичное убеждение для многих буйных борцов за правосудие. Разумеется, подогреваемое при этом либо их собственным эмоциональным багажом, либо багажом, который они переняли от других. Девятое. Я борец за справедливость. То есть ты не только убежден, что в мире не должно быть несправедливости, ты еще и формируешь определенный образ себя, как эдакого воина за справедливость. Прошлые эмоциональные травмы, раздутое чувство собственной важности, стремление к одобрению, стремление иметь иллюзию контроля. И вот ты в итоге готов до стервенения доказывать свою правоту, брызжать слюной и требовать возмездия. Десятое. Все представления о том, как надо поступать с обидчиками. Кому надо мстить, кого можно простить, как нужно мстить, каким должно быть наказание, картины мести, твои фантазии о ней, сладостное чувство возбуждения и удовлетворения от фантазии, где ты размазываешь обидчиков об стенку. Одиннадцатое. Как надо помогать жертвам несправедливости? Если ты из тех людей, кто, прочитав новости о какой-то несправедливости в мире, начинаешь на автомате эмоционально реагировать, скорее всего в тебе это есть. Как надо защищать жертв несправедливости, как надо отстаивать их права, важность отстаивания этих прав и чувство собственной важности, которая на самом деле стоит за всем этим желанием защищать. Двенадцатое. Нельзя не бороться с несправедливостью. Здесь можно было бы составить целый список того, что будет, если ты не будешь никогда с ней бороться. Как будут тобой пользоваться, как тебя будут оскорблять, или как будут пользоваться другими и оскорблять их. Мир разрушится, общество погрязнет в хаосе, манипуляторы совсем охренеют, ты сам будешь прозябать, и куча-куча последствий, которые ты нарисовал себе в своем уме. Тринадцатое. Если ты не будешь бороться с несправедливостью, то ты... и ставь здесь список любимых своих обзывательств. Не будешь бороться, так ты бездушная тварь. Ты не человек, ты не гражданин, ты аморален, ничем не лучше своих обидчиков. Когда-то такое говорили тебе, или кто-то говорил другим при тебе. А теперь ты сам носитель этого. Ты иногда можешь даже озвучивать это окружающим, когда они проявляют пассивное отношение к несправедливости. Но самому себе, подсознательно, ты такое говоришь непрерывно. И наконец, четырнадцатое. Если у меня не будет чувства несправедливости, то... и вот тут огромный список последствий. Например, ты боишься, что если не будешь бороться за справедливость, то все будут тебя чмырить. Или будут чмырить кого-то другого. Или ты утратишь мотивацию что-то там делать. Например, за фигурой следить. Типа, тобой раньше двигало желание преодолеть несправедливость, что ты родилась не такой красивой, как твои одноклассницы. И потому ты пошла в тренажерный зал. А тут на тебе, мотивация ходить в зал испарилась куда-то. Или ты потеряешь друзей, которые любят жаловаться на жизнь. Тебя перестанут интересовать их игры в жертву. И твой социальный круг развалится. Для тебя твоя несправедливость на текущем этапе это очень важный мотиватор. И ты боишься его терять. Из всех этих постулатов, убеждений, и из всей картины мира, основанной на несправедливости, необходимо устранять эмоциональный заряд, проясняя лживую природу всего этого. Параллельно с этим необходимо прорабатывать все эпизоды прошлого, которые повлекли за собой формирование этих постулатов. А также все эпизоды, обусловленные этими постулатами. Борьба там за справедливость и всякое такое. Третий пункт – это прощение. Тебе необходимо простить и отпустить всех и каждого из своих обидчиков и авторов несправедливости в своей жизни. И в жизни всех, кого ты как-либо воспринимал. Хоть настоящих людей, хоть персонажей фильмов, сказок, былин, мифов и прочего. Для самых явных авторов несправедливости, типа родителей, рекомендую тебе посмотреть мое видео «Как выкинуть человека из головы». Там я достаточно подробно рассказываю, как проработать образ любого человека, на котором ты зациклился. Видео универсальное, подходит как для тех, кто не отвечает тебе взаимностью на твои чувства, так и тех, кому ты отчаянно мечтаешь отомстить за что-то. Разумеется, сознательно ты не можешь простить абсолютно всех, потому что просто не помнишь всех. Но способ простить и отпустить всех и каждого есть. Просто нужно увести эту работу в подсознание. И я дальше расскажу тебе как. Наконец, четвертый пункт. Необходимо как следует пройтись по менталитету жертвы. Менталитет жертвы – это целое мировоззрение, согласно которому ты воспринимаешь себя как жертву обстоятельств или чего-либо негатива. Это мировоззрение во многом определяет твое мышление, восприятие и реагирование в разных сферах твоей жизни. Это колоссальная часть твоей идентичности, и ты не хочешь с ней расставаться. Очень удобно перекладывать ответственность за свою жизнь на обстоятельства, удерживая при этом тонны обид, горечи и подавленные злобы, но ничего не делая со своей жизнью. И что самое главное для темы этого видео – жертвы обожают играть в справедливость и несправедливость. У меня есть целая серия роликов на тему менталитета жертв. Рекомендую тебе посмотреть вот этот главный ролик. И дальше посмотреть остальные, если захочешь узнать больше подробностей о том, как этот менталитет формируется и проявляется. Здесь же я скажу, что этот менталитет прорабатывается точно так же, как и остальная ложь ума, о которой я упомянул. Постулаты, убеждения, заряд эмоциональных травм из прошлого. Только работу при этом надо будет вести еще более масштабную. Далеко за пределами просто эпизодов о несправедливости. Нужно полностью перелопачивать подсознание и устранять оттуда все, что как-то поспособствовало формированию менталитета жертвы. И сейчас я расскажу, как этого добиться. Если ты хочешь распрощаться с чувством несправедливости, высвободив при этом огромное количество энергии и обретя возможность воспринимать реальность непредвзято, то тебе необходимо проработать чувство несправедливости на подсознательном уровне. Все те вещи, о которых я упомянул, заряд эмоциональных травм и обиды с прошлого, твои убеждения о справедливости и несправедливости, твои постулаты, догмы и выводы, все это оперирует без твоего венома, подсознательно определяя твое восприятие, мышление и реагирование. А значит, сознательным усилием ты не в состоянии освободиться от чувства несправедливости. Нужен метод, который позволил бы проработать все свое подсознание и устранить оттуда все растущие корни чувства несправедливости. Такой метод есть и называется он турбосуслик. Турбосуслик – это сверхмощная система для очистки ума от мусора, твоих негативных эмоций, страхов, тревог, зависти, ревности, обиды и так далее, ограничивающих представления и убеждений, негативных установок, комплексов, эмоциональных травм, зависимостей и всего того, что тебе мешает быть счастливым и взять свою жизнь в свои руки. Турбосуслик работает с эмоциональным зарядом твоих внутренних проблем. Он разряжает травмирующие эпизоды прошлого, экологично их устраняя, а не заглаживая. Проблема в том, что этих эпизодов у среднего человека тысячи. В турбосуслике для обработки твоих внутренних проблем впервые была задействована огромная скрытая вычислительная мощность подсознания, что позволяет перелопатить прошлое буквально за несколько месяцев и проработать те эпизоды, о которых ты даже уже не помнишь. Что здорово, так это то, что тебе не нужно вновь погружаться в болезненные эпизоды прошлого и перепроживать их. Достаточно просто указать на них внимание, а подсознание само все проработает под заданным алгоритмом, который ты получишь после начала работы по этой системе. Наконец, турбосуслик – это система самостоятельной работы над собой. С этой системой тебе не нужны психологи, терапевты, гуру саморазвития, лекции, семинары, блоги или ютуб-видео. Все, что тебе нужно, это стремление к максимальной внутренней свободе и готовность к серьезной работе над собой. Турбосуслик – система не для всех. Она требует у человека много работы и готовности к большим изменениям, однако вознаграждает за это кардинальными изменениями к лучшему практически во всех сферах жизни. Свобода от произошедших за твою жизнь эмоциональных травм, свобода от предубеждений и ограничений, здоровая самооценка, легкое незамутненное восприятие, глубокое чувство внутреннего благополучия, эмоциональный баланс, радикально возросшее намерение и личная сила – это лишь одни из многих закономерных бонусов от работы над собой по этой системе. Если ты хочешь максимально расчистить мозги от мусора, перестать морочить себе голову, освободиться от всех обид, радикально повысить свою самооценку, устранить все свои комплексы, надуманные ограничения и ущербные модели поведения, обрести самодостаточность и эмоциональный баланс, и в качестве закономерного результата проработок навсегда распрощаться с чувством несправедливости и начать видеть реальность непредвзято, читай подробнее о системе Турбосуслик по ссылке в описании к этому видео. На этом все. Это был канал Без Обид. Меня зовут Александр. Я рассказываю все про обиду и о том, как от нее избавиться, обретя самодостаточность, эмоциональный баланс и максимальное внутреннее благополучие без помощи психологов. Если тебе это видео понравилось, ставь ему лайк. Это нужно для алгоритма Ютуба. Подписывайся на мой канал и кликай на колокольчик, чтобы получать уведомления, когда я выкладываю новые видео. Все ссылки на видео, упомянутые в этом ролике, ты найдешь в описании. А если ты хочешь подробнее послушать про систему Турбосуслик и о том, как она поможет тебе отпустить все свои обиды и проработать менталитет жертвы, кликай на видео, которое ты сейчас видишь на экране. Прорабатывай чувство несправедливости, и ты обретешь недоступную ранее трезвость мышления и непредвзятость восприятия. Кроме того, ты высвободишь огромное количество энергии, которое сможешь потратить с пользой для себя и своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok